Сегодняшний семинар Я предлагаю разбить на две части Есть две темы, которые мне кажется интересно будут обсудить Обе темы связаны с Гегелем Но подкоп Гегель претендовал на то, чтобы создать некую систему Которого бы включала в себя все остальные философии, как частные случаи То получится так, что мы будем на самом деле обозревать всю философию Прежде всего философия Парменида Поэтому первый вопрос, который на прошлый раз в пятницу на семинаре возник Это связано с тем, что вроде как я пытаюсь критиковать тужество бытия и мышления Которое лежит в основании всей новой европейской философии Начиная, наверное, с Парменида И, не знаю, кончая Гегелем И это тоже продолжает существовать в каком-то смысле Тем не менее, для того, чтобы с этим вопросом разобраться Давайте попытаемся вспомнить основные ходы философии Парменида Для того, чтобы сравнить с тем, что мы имеем у Декарта и Гегеля Мне кажется, что то тужество бытия и мышления, которое есть у Пармениды Отличается от того тужества, которое есть у Декарта И несколько отличается от того тужества, о котором говорит Гегель Начнем с этой философии Парменида Философия Парменида, она изложена в его поэме о природе Я не буду останавливаться на каких-то подробностях личного характера Собственно, логика состоит в том, что у Парменида есть два пути познания Один путь – это чувственный путь, когда смотрит глазами, слушает ушами А другой путь – это путь мышления, путь истины И вот он строит свою систему следующим образом То есть мнение у него такое, нечувственный путь Это путь мнения и путь знания Путь мнения, чувственный путь – это не одно и то же Разница состоит в том, что ты говоришь о словах, а я говорю о сущности Я просто именно то, что я говорю, дальше будет понятно, почему я это именно так Путь мнения и путь знания, можно так говорить, да, действительно Это действительно точнее с точки зрения близости к тексту Но по смыслу у нас путь мнения состоит в том, что смотрит глазами и слушает ушами То есть путь мнения состоит в том, что доверяет чувству Что чувство является неким очевидным основанием, которому доверяет На которые смотрят и говорят, вот очевидно же, что это так, я вижу, да, или я слышу И есть путь знания, который не очевиден, да, для которого надо использовать некую способность мышления, да, и нужно как бы рассуждать Не надо было уждать глазами, да, искать это единство, о котором это говорит применит А надо что-то просто взять внутри себя и подумать Вот в чем разница состоит Я просто сейчас объясню, вот, как бы, в результате выстраивания философии, о чем тут идет речь Что делает применит? Применит берет этот путь мнения, да, что сущих много и критикует его Критикует каким образом? Он говорит о том, что сущие сплачиваются с сущим, да, а между сущими нет небытия Потому что небытия нет, есть только бытие Сущие сплачиваются с сущим, и поэтому сплачивается оно в некое, как бы, в нечто одно То есть рассуждение состоит, какое, здесь явлено самое простое рассуждение Состоящее в том, что вот этого единое, которое получается, когда сущие сплачиваются с сущими Его нельзя лицезрить, да, лицезрить только можно какие-то конкретные частные сущие А вот это единое, это некая есть добавка Это добавка мысленной И чтобы доказать, что оно существует, у Парменида есть второй тезис Состоящий в том, что быть и быть мысленным это одно и то же Еще раз говорю, что он критикует опору на чувство Тем способом, что говорит, да, в чувстве есть многообразие Но это многообразие состоит в том, что сущие, это граничит с одним сущим, с другим сущим Но небытия нет, и поэтому в целом они образуют нечто одно Ты хочешь сказать, что Парменид рассказывает нам о Парменид рассказывает нам о Парменид без дыречи? Нет, я хочу сказать, почему, как Парменид обосновывает, почему, как Парменид переходит к Единому Ему ведь надо доказать, что это Единое есть Мне-то как раз казалось, что к Единому он каким образом переходит А тем способом, что у тебя предмет берется в качестве непосредственного предмета Всякое знание говорит Парменид, это знание о чем-то, всякое знание есть непосредственное Раз у нас здесь есть непосредственность, то у нас здесь есть небытие То есть предмет взятый в качестве непосредственного, это один единственный предмет Нет, это так у Гегеля, но не так у Парменида. А почему у Парменида не так? А потому что, если читать текст, у него не так. У Декарта тоже ведь не так, как у Гегеля. У Декарта как-то по-своему. И все это... А почему у Гегеля так? А у Гегеля так, потому что он систему строит свой этап. У него требования... Есть внутреннее требование системы быть единой. У него каждая форма этой системы... Система проходит многообразие форм. Каждая форма должна быть некой частью целого. И поэтому у него это так. Но на самом деле, логика состоит в другом. То, что для Парменида еще мышление... Судя из того, как он аккуратно его использует... Оно не является чем-то таким заранее очевидным. Заранее приемлемым. Потому что он говорит о мышлении мало. Во всей поэме говорится не о мышлении. Во всей поэме говорится о том, что происходит с многообразием. Рассуждается о том, что сущие какое-то есть. Одно сущие, другое сущие. Многообразие есть. Понимаешь, получается же так, что он постоянно в поэме говорит о многообразии. А вывод у него говорит, что все есть единое. Это разве не странно? Ну, мнение. Ну, потому что у тебя предмет. Даже пусть у нас тебе положена некоторая чувственная вода. Некоторая чувственная вода, положенная в качестве непосредственного. То есть нечто у тебя множественное. То в рефлексии он оказывается единым. Поэтому есть путь знания и путь мнения. Ну вот видишь, у тебя уже в рефлексе появится. Я и хотел избежать вот таких вот, понимаешь, некой неисторичности, что ли. Понимаешь, никакую рефлексию у парменида речь вообще не идет. Ну не важно, что у него нет слов таких. Даже дело не в словах, даже в смысле такого. Философа же надо понимать, исходя из того, что есть. Ну, правильно. И можно тем самым из парменида можно сделать, где Гегеля. И зачем это делать? Как Фалеса можно понять иначе, чем полагать, что его предмет является непосредственным предметом для сознания? Можно по-другому понять. Если мы хотим сохранить... Можно понять по-другому. Если мы Фалеса хотим сохранить в качестве философа, а не как натура физика или кого-либо там еще, то мы его понимаем только тем способом, что предмет выступает в качестве непосредственного предмета для сознания. А когда предмет выступает в качестве непосредственного для сознания, он единственный предмет. Значит, все есть вода. А поскольку это у тебя есть акт свободной мысли, то есть ты ухватываешь его в качестве непосредственного, мысль у тебя состоит в том, что ты соотносишь предмет и знание предмети. Если знание у тебя зависит от непосредственного, вот это и есть твоя рефлексия, то таким образом бытие – это ждественное мышление. Ну давай тогда сначала... И поменить, кстати, от фореса почти ничем не отличается. Ладно, давай тогда я сделаю, как ты это не хочешь. Я просто, может, не очень хотел это делать, но какие-то филологические... Давай мне расскажешь то, что ты подготовил. Ну ладно, пусть он не расскажет, но мы... Филологические зрители, во-первых, на самом деле, вот с филологической точки зрения, у него в поэме слово бытие, то, что у нас называется существительным, оно у него является глаголом. Глаголом неопределенной формы. То есть она, вот, эйнай у него глагол, как вот у нас быть. Ты понимаешь? Быть. Быть и мыслить одно таким образом. Да, он говорит быть. Не бытие, мошлень, дождись, наоба, а дословно быть и мыслить одно. Быть и мыслить одно и то же. Ну, что, кстати, более точно. Нет, послушай, так вот, глагол. Почему это глагол быть? И у него и везде в других вещах, в других, в самом тексте, везде, все, что связано с то, что мы называем бытием, у него является неопределенной формой глагола. Почему она-то не задумывалась, почему это неопределенная форма глагола? Что такое неопределенная форма глагола? Это глагол, такая форма глагола, у которого нет лица. Понимаешь? Вот ты говоришь о том, что быть и мыслить, и вроде сразу у тебя поясняют, вот мыслищий, есть, и он мыслит. Нету такого мыслящего. Это мышление в том смысле, как она, как можно понимать, как субстанция. У него нету субъекта. И быть. У этого быть нету субъекта. Говорит, я есть. Я субъект. И есть говорит некую характеристику этого субъекта. Она описывает этот субъект. Точно так же и когда говорим про мышление. Я мыслю. Это означает, что я мыслю. Это мое действие. А у парменида, поскольку быть и мыслить не определенной формы глагола, то нету такого субъекта, который мыслит. А есть просто мышление, такое мышление какое-то, как некая субстанция. И есть некое бытие, как некая субстанция. И происходит связь между ними. Быть и мыслить только в смысле субстанции одно и то же. То есть как? И это большая разница. То есть как это? Быть и мыслить одно. Это я понимаю. А что значит? А как иначе, как не... А как ты представляешь себе другую связь между ними? Нет. Другой связи нет. Просто мышление... А почему они, кстати, субстанциями являются? Какие мышления? Субстанциями не являются в том смысле, что у них нет субъекта. Ну, субъект здесь не важно. Нет, субъект здесь очень важен. Вообще, отличие античной философии от философии нового времени состоит в том, что в античной философии субъекта как такового нет. А они пытаются рассуждать, как будто бы, как выглядит на самом деле, как будто бы он субъект. Для них субъект, конечно, есть каких-то счастностей, но он не выпячивается как составляющая истины, понимаешь? Это не составляющая истины. Истина сама по себе, субъект сам по себе, понимаешь? Это только в новое время, начиная с Декарта, упященную цепи субъект и он значит становится частью истины неважно быть и мыслить одно субъект является частью бытия но быть и мыслить одно от того что ты будешь заговаривать это постоянно быть и мыслить одно разве что-то изменяется в чем смысл этого для того чтобы сказать смысл чего-либо надо сказать это же самое другими словами в другой форме скажи, что это означает под сути это означает, что предмет выступающий в качестве непосредственного для сознания а всякое знание захвачено предметом оказывается уникальным предметом или изображает из себя правильно, возникло о некотором сознании, о некотором непосредственном никакого отношения к античной философии это не имеет надо же быть честным но нет такого схватывать его в качестве предмета то есть мыслить его в качестве непосредственного это означает я все понимаю, все что ты говоришь я знаю не хуже тебя разница только состоит в том, что этот субъект никакого значения здесь не имеет когда Анаксагор говорит об уме не имеется в виду ум человека а некий объективный ум когда про Платон рассуждает о том что мир представляет собой некий структурно как организм, у которого есть душа ум, есть дух и так далее то это опять же не речь идет не о наших способностях а о неких космических способностях он вообще говорит о том, что вот в Пармении что идеи различаются на божественные идеи и человеческие что между ними грань непроходимая понимаешь, есть вот мир божественных это человеческих идей, да и есть мир божественных идей и между ними непроходимая грань в принципе человек вообще тут значения не имеет понимаешь он только скорее просто у них момент ошибки, чем момент истины просто у них ситуация когда это обнаруживается на форме некоторого сознания оно тебе задает некую структуру ну вот началось вот во том-то и состоит суть а нельзя ли попытаться понять это так как оно есть у них на самом деле а не так, как ты хочешь, чтобы было ну ты хочешь сказать, что они просто ошибались как физико, не ошибались а на самом деле они говорили о некоторых своем мышлении простое свое мышление ну это хороший способ ну да, то есть они говорили именно мышление только такой способ он просто критикуется он физологически критикует он не физологически критикует он не физологически критикует он это некорректно культурного подхода не корректно это я знаю и это достижение подхода что некорректно А потом-то и состоит в том, что упло... В том, что... И вот, с сожалению... В чем-то суть-то состоит? Угная состоит. Ты еще понятнее... Что он филологически еще... С точки зрения филологического не... Не, мне больше всего приказывать. Но ты вот говоришь то, чего не понимаешь. Вот у Гегеля же все это опять соединилось. У Гегеля опять все это соединилось. И у него опять же стало важным, существенным, что есть разница между тем, что есть философия Парменида и есть философия Гегеля. Хотя, по сути, они вроде говорят об одном и том же, а на самом деле философия разная. Да по-разному говорят нам. Не по-разному они говорят. Если взять философию Гегеля как с точки зрения тотальности, да, то есть есть бытие, есть понятие и есть сущность, то он говорит то же самое. Казалось бы. А в чем разница состоит? Вот важно-то усмотреть не то, что это одно и то же, но мало ли кто... Много людей ходят и говорят много понятия. А у них смысл-то они в это слово вкладывают одно и то же. Важно же понять, на самом деле, в чем различие. А различие, можно сказать, в чем и различие. А различие состоит, что для Гегеля, возможно, две противоположных ситуации. Мышление, собственно, предмета, как такового, и мышление, собственно, я или субъекта. Для Парменида такая ситуация невозможна. У него все находится целиком на стороне формы, что называется. То есть на стороне рефлексии, на стороне понятия. Мне больше всего нравится. Возникла форма, рефлексии. И для того, чтобы изложить философию в Парменида, надо весь аппарат какой-то. У нас существует сейчас в науке. Ну давай сейчас его просто принесем. Ну, нечего. Можно так. Просто можно так. А почему не попытаться встать на позицию Парменида и изложить так, как он говорит? И понять его, исходя из его слов, понимаешь? Не больше, не меньше. Потому что мы пытаемся всякий раз пребывать в философском дискурсе. Нет, а потому что то, что... Нет, дело не в этом. А потому что то, что он сказал, самодостаточно из-за того, что он сказал. Для этого не нужно еще какие-то другие мысли сюда привнести, чтобы его понять. Потому что то, что он говорит, и так понятно. Просто надо понять его, как он говорит. Он не глупый человек. Вот я просто хотел рассказать, что философия Парменида совершенно другая, чем философия Платона. И в чем ее показать? В чем он ее другой состоит? Хотел показать это. А ты хочешь сказать, что это то же самое? Действительно ведь похоже? А в чем разница-то? В чем разница в существе? Что Платона, да, похоже, да. Не, не Платона, Гегеля. Нет, я Платон, но Гегеля-то я знаю разницу. А Платона, ты тоже сказал про Платона. Ну это я... Не важно, про Платона я не Платона говорю. Потому что я не знаю, как у Платона там с бытием. Не очень понятно. Что у него там с бытием? Давай как бы сначала, я попытаюсь еще раз начать. Все-таки сначала изложить разницу. Потому что если я эту разницу не изложу, но мы бы вопросом обсуждать пустое место. Суть, еще раз говорю, вопроса состоит в том, что все считают, что... Ну не все считают, скажем, Гегель считает, что философию Платона начинается с этого быть и мыслить одно и то же. В Армении считает, что быть и мыслить это одно и то же. На самом деле это не так. Все внимательно текст считать у него больше... У него рассуждения на самом деле строятся по-другому. Он говорит, что одно сущее сплачивается с другим, и поскольку не сущих-то нет, то, чего не существует, нет. Поскольку все это вместе образует нечто одно, единое. И это, он говорит, ну поскольку... Ну это то, что сущие сплачиваются с друг другом и образует нечто единое, да, вот как вот ком. Ну то есть бытия нет... Послушаем, ну Игорь, ну я же... Ну что за бред-то какой-то? Ну что причем с бытием? Не словах делай, я даже не дошел. Я вообще... Ну это же бы уже... Хорошо, хорошо, хорошо. Какой-то просто вообще я удивляюсь. Да я даже... Я только начинаю что-то говорить, и ты сразу суешь. Ну ты хорошо знаешь философию Парменида, но я тоже ее хорошо знаю. Сколько я уже с ней там, сколько может, 20 лет, сколько, 30 лет уже что ли, все это обсуждаю, но... Еще раз говорю, что все... Начало философии Парменида не в мышлении находится. Она находится в другом месте. Он говорит, что есть некая очевидность, обыкновенный наш опыт. Я уже третий раз начинаю. Обыкновенный опыт, очевидность. Как сообщение в том, что есть многообразие, много чего есть, да. Видимое есть, там, слышимое есть, сущие разделяются на разные, там, много всего есть. И он говорит, что вот вы... Очевидность, это есть, есть. Все с этим согласны? Все с этим согласны. И как бы рассуждаем, если с Парменидом. Теперь он говорит, а давайте вот посмотрим, вот это сущее с сущим сплачивается. Между ними есть какое-нибудь несущее? Нету. Сущее с сущим сплачивается, сплачивается и образует некую целин, как ком такой, огромный, да, если так можно выразиться. И вот этот ком огромный, он есть или нет? Его же не видно в чувствах. Ты видишь где-то везде ком? Нет. Нет, ты видишь что-то определенное, это, раздельное и так далее. Вот этого огромного объединенного нечета ты не видишь. И поэтому он говорит, что вот это объединенное нечета получается благодаря мышлению, размышлению. Потому что когда мы говорили о том, что сущее с сущим сплачивается, и между ними нет того, чего нет, да, между ними нет несущего, то это было рассуждение. И он теперь должен перейти, от этого показать, что полученное в мысли полученное, некое единое, что оно есть. И для того, чтобы это показать, он и говорит, что быть и мысли – это одно. И этим самым он переходит от мысли об этом едином к самому бытию этого единого. Он доказывает, что это единое не только мыслице, а что оно на самом деле есть. Причем все состоит, его удивление состоит в чем? Что на самом деле, несмотря на то, что чувственно, то есть в очевидности как бы наших чувств мы этого не видим, единого, но тем не менее мы с полной очевидностью его мыслим. Но от того, что мы мыслим единое, сразу непонятно, есть оно или нет. Мы еще должны показать, что оно есть. И он доказывает это благодаря тому, что мышление – это быть и мыслить одно. На каком основании быть и мыслить одно? Это ведь не просто пустая фраза. А потому что это без сущего ты не найдешь мышления. Ибо мыслить всегда есть мысль о сущем. И без сущего ты нигде не найдешь мышления. То есть мышление – это всегда мышление о бытии. Причем речь идет, опять же, в силу того, что, как я говорил, мышление и бытие – это не определенная форма глагола. Речь идет о неком не мышлении самого, променедоемпирическом, а речь идет о каких-то мышлениях таких вот неэмпирических, каких-то вот безличных мышлениях и без личного бытия. Без личного мышления мысль — это без личного бытия. И оно одно и то же. В том смысле, что быть и быть мысленным — это одно и то же. Так вот, иначе говоря, он доказывает, на самом деле, что полученное в мыслях единое есть. Вот его доказательство настоящее. То есть он изошел из некого многообразия, которое очевидно, с которым согласились все. Потом критикуют его с позиции того, что вот она, вы смотрите, объединяется, объединяется, объединяется и образует некое единое. Но ему, говорит, возражает. Как бы возражает? А это единое вообще-то есть? Это же только мысль? Он говорит, как же так? А мы будете мыслить одно. Значит, единое есть. И после того, как он доказал, что это единое есть, точнее, он доказал, что в слове единое есть некий смысл объединения. Поэтому, когда он говорит, она говорит не просто единое, она говорит об одном. Когда он объединял сущие, получалось единое. А когда он уже переходит от мысли к бытию, он уже говорит, что это единое, есть одно. И вот когда он перешел к этому одному, он дальше рассуждает о том, что оно там не рождается, не погибает, что оно там не движется там, да, там. Что оно не возникает, не уничтожается. Да, что оно шарообразно имеет там совершенно форму шара. Это как бы уже высказывание об этом одном. Естественно, как бы, причем эти высказывания чисто логические, состоящие просто в том, что поскольку рядом с этим одном ничего нет другого, да, то нельзя помыслить все остальные предикаты, там, предикаты, то есть все остальные вещи, такие как движение, там, возникновение, уничтожение, потому что все это подразумевает некий переход от одного к другому. А поскольку есть только одно, то перейти никуда нельзя, и поэтому все эти высказывания представляются чисто просто логически и верно. Вот, как бы, вот в чем состоит философия Парменика. А второй путь, как бы, в путь это чувство, он так и остался, он с него начал, он начал, как бы, у него, как бы, весь трактат, если можно так выразиться, состоит в том, что он критикует эту вторую позицию. И позиция знания есть не что иное, как позиция критики мнения. Теперь мы, как бы, если обратить внимание и перейти отсюда к Гигелю, в чем состоит разница существенная, когда Гегель говорит о тождестве бытия и мышления. Состоит разница в том, что Гегель-то имеет в виду тождество содержательное, он говорит, что тождество, содержание бытия тождественно, содержание мышления. О чем в некотором отношении Парменик ведь нашел некое мыслимое одно и перешел к этому одному и говорит, что это одно и естественно. Он не говорит, на самом деле, о том, что чувственное, вот это вот, то, что мы наблюдаем, явленное, да, как-то относится к этому одному, как некая ложь кристины. Он так об этом не говорит. Для него, на самом деле, существенно, что поистине мир одно и все. А вот это вот все, что мнимое, там, вот как-то мнится, да, в чувстве, это на самом деле не существенно. Почему это, это, так он понимает, почему мир есть одно. А у Гегеля, на самом деле, это чувственное, это существенное. И он хочет, на самом деле, понять истину этого чувственного. Хотя, хотя это чувственное, у него тоже приходящее, Приходящее, но тем не менее в этом приходящем он наблюдает истину. Когда он говорит о том, что бытие мышления, он имеет в виду, что содержание мира, содержание мира, которое является всеобщим, оно то же самое, что и содержание мышления. Поскольку никакого другого содержания у мира нет, кроме того, что находится в мысли. Он как бы говорит, что можно представить, что явленный мир перед нами, это есть некая пленка такая. И вот то, что находится по ту сторону этой пленки, то, что находится по эту сторону, то есть в нашем мышлении, одно и то же содержание имеет. Просто одно и то же. Это две разные формы существования одного и того же. То есть у него то же, что бытие мышление понимается по-другому. Потому что, ну, тут для того, чтобы, я не знаю, понятно почему по-другому или непонятно. Потому что, как бы, если можно так говориться, Парменид нашел некое одно и как бы о нем философствует. А для Гегеля не важно это одно. Для Гегеля важно найти истину бытия. Истину. Нет, я тебе скажу это так. В твоем изложении у Парменида единые конструируются мысли. И поэтому, когда у тебя и речь идет о сущем, как таковом, весь весь мир, целиком, некое единое, это вид сущего. У него конструирование этого сущего и бытие это одно, потому что ему конструируются мысли. Для Гегеля же наоборот. У него скорее с бытием связано не сущие, а существование для Гегеля. То есть у тебя мышление присутствует в каждом объекте, в том мере, в каком в нем присутствует его существование. Так? Для Гегеля. Для Гегеля, или вот даже для Фикта. Для Фикта это сказано черным правилом. Что у тебя мышление присутствует в той форме, в какой предмет существует. То есть его существование, это и есть форма его мышления. Но он говорит одно и то же. Нет, он, наверное, не то говорит. Разная форма существования. Я просто спрашиваю. То есть Парменит у меня, получается, твоя интерпретация говорит о сущем, которым Саван? Суть дела в том, что Парменит преднаходит некое единое. Но это единое, это сущие? А? Сущие. Да, это сущие. То есть оно говорит о сущем. То есть о неком единое, которое в себе весь мир заключает. Не заключает, а которое и есть весь мир. Да. Весь мир взятый как одно большое сущие. Да, да. Именно так. Как сущие. Да, одно большое сущие. Как вот шар, буквально. Почему говорится о шаре? Потому что речь идет об одном большом сущем. Тогда бытие каждого предмета будет ли? Можно ли его понять? Нет никакого бытия каждого предмета. Да, согласен. В принципе, для Парменит есть только одно. Есть только сущие. А все остальное это мницы. Есть только сущие. Правильно. Я тоже здесь согласен. А для Гегеля с него наоборот. У него есть некое существование, существование предмета. Предмет существует сам. Поэтому он исследует истину мира. Есть его бытие тождественное мышление в том смысле, в каком смысле предмета сколько присутствует, наличествует, насколько он существует, настолько он и мыслится. Ну или мыслится на сколько он существует. То есть у нас есть противоположность между сущностью и существованием. Бытие можно понимать в двух смыслах. Как сущее, как весь мир. То есть, с одной стороны, бытие можно понимать как существование. С чьей точки зрения? Ну, с нашей человеческой. Нет, хорошо. Наша человеческая точка зрения какая? Она гегелевская или она променидовская? Нет, бытие можно понимать... В первом случае, когда ты понимаешь бытие как существование, ой, как сущее, это променидовское получается? А второе? Нет, нет, нет. Бытие это сущее. Слово сущее. Нет, то что такое по твоему слову сущее? Сущее же это... Как все, как единое. Как весь мир. Сущее это весь мир. Все существующее. Нет, просто бытие... Это бытие, если понимать можно как бытие предмета какого-то конкретного, можно понимать как бытие всего мира. Да. Не всего мира, а как сущее. Бытие это... Бытие... Весь мир, то есть... В языке в русском. Весь мир в смысле и свое единое. В смысле и сущего. В смысле и сущего. Давайте не путаться с смыслом. Давайте все-таки разберемся. Слово бытие, это не что иное, как глагол просто быть. Понимаешь? Просто быть. Можно быть как? Можно быть конкретным сущим, а можно быть, это как весь мир целое. Как целое мир быть. И в том и в другом случае бытие является в каком-то смысле характеристики сущего. Только в одном случае сущие конкретное, а в другом случае весь мир как сущий. Что проблема-то здесь? И там бытие везде всегда понимается, как существование. Как можно понять бытие по-другому? Вот давай разберемся, как можно понять бытие по-другому, кроме как существовое. Как мир, как весь мир, как все, свободно всего существующего. и бытие как взаимодействие. Взаимодействие с сознанием и сущим. Как наличие всего существующего. Как все существующее. Нет, но иногда, когда говорят бытие, говорят как бы мир. Да. Потому что вроде как бытие, если бытие... Получается у Парменида, что это мировость мира. Ну не знаю, значит мировость мира, но бытие как... Мы иногда понимаем как мир. Но почему? Потому что мир как целое, он взят именно со стороны своего бытия. Ну да, со стороны бытия он взят. Он является именно со стороны бытия. Мир как целое является целым, только со стороны своего бытия. Тем не менее, казалось бы, ты как нам интерпретируешь Парменида. У нас получается, что Парменид обнаружил как бы мир. Взял вот такую, как некую целокупность весь мир. Как некое сущие обновления. Я думаю, что он не обнаружил. Он с помощью этой вещи объединил сущее и сознание. Он не мир обнаружил, он обнаружил единое. Вообще-то смысл трактата Парменида не в том же смысле бытие и мышлении. Это просто его один из доводов. А в том, что мир есть одно. Ну хорошо, он обнаружил это вот самое одно. Одно нашел, он обнаружил одно. Мир, то есть, да. Он обнаружил мир. Нет, он обнаружил, что мир-то как в чувствах как дается многообразие, так и дается. Ты пойми на самом деле, у тебя в чувствах многообразия дается конкретный предмет. Еще раз, давайте, для того, чтобы это понять, это же очень важно. Фактически, ведь если вдуматься, против это Парменид, сам себе противоречит. Потому что у него одновременно он говорит, что бытие мыслить одно, а с другой стороны рассуждает о небытии. У него же постоянно фразы такие, что небытие мыслить нельзя. Нет такого пути, как небыть. Я постоянно, ну а как это, если это можно мыслить, казалось бы, значит, и быть и мыслить не одно и то же. Но если небытие можно мыслить, значит, мыслить можно как бытие, так и небытие. Нет, но он же говорит, что бытие есть, а небытия вовсе нет. Правильно, правильно. Получается, что и небытие у него в каком-то смысле мысли. Поэтому он как бы обнаруживает некую тотальность всего сущего. Вот некую тотальность, абсолютно. Нет, как бы я еще, да, просто потерянно сейчас пройдемся. Потерянно получается, что он говорит, с одной стороны, о том, что бытие мыслить одно, а на самом деле у него постоянно есть в Его рассуждениях несущие и небытие. Значит, получается, что мыслить о несущем и небытии можем. Значит, получается быть и мыслить не одно. Это первый противореч close. Второй противореч. Он говорит о том, что все есть одно, да, есть одно FM-бытие, а с другой стороны у него многообразие этих сущих, которые друг к другу сплачиваются. То есть он вроде не одно многообразие. Он прям так и говорит, что небытие нельзя помыслив? Он говорит, что бытие есть, небытие вас нет. Он говорит, что нет, небытие. и он датчик говорит это вторая карлина где-то в этомね которые мы с того есть вы когда вы есть пяти я из какого которые означают прям комплексную историю выделяется не может помыслить давать а в оценку волнущин то что когда не было его кстати да то чего нет вот это не он стал очень и это доказать его нечего вытянутся который потому что он изучал железа это все что можно мысль, то есть нечто сущее. Я говорю, тут есть некая толкость, которую постоянно излагатели Парамениды, в том числе и я, сейчас иногда путаю. Путаю в смысле, когда говорю, потому что есть некая традиция этого говорения. На самом деле, надо различать бытие и сущее. Существенно различать то, что есть сущее, то, что есть. А есть бытие, да, как условно говоря, как сама, как существование этого сущего. Некая характеристика сущего, а именно его существование. И бытие, и сущие, это разные вещи. Существенно разные. Он говорит о том, что сущее с сущим сплачивается, а не бытие с бытием. Понимаешь? Конечно, сущее с сущим, да. И получается, у тебя одно большое такое сущее, которое называет единым. Которое одно называет. Ну и единое. Потому что у него шарообразный. Да. Одно большое сущее. Такой здоровенный шар, который ты можешь только мыслить. Да, который можно мыслить, но в чувствах его нет. Так вот, я тебе хочу показать, в чем состоит, почему он не противоречен. Потому что есть некая чувственная данная, да, вот то, что называется в мнении. Он ведь не говорит, что мнение как бы вообще надо отбросить и жить только этим одним. Оно тоже есть. Да? Оно остается, а оно все равно мнением остается. Вот есть, с одной стороны, многообразие некое, а с другой стороны, есть одно. Но многообразие нам дано в чувствах, в чувственно воспринимаемом виде. А одно у нас мыслиться. У нас есть две способности. И он говорит, что между этими способностями, на самом деле, есть некая связь, состоящая в том, что то же мыслимое одно, есть не что иное, как то одно, точнее, то единое, которое получается, если взять все сущие вместе. Это же вот связь, да, вот связь между одним, которое мыслиться, и единым, которое получается, если все сущие объединить в нечто единое. Он говорит, что вот это одно, которое мыслиться, и есть это единое. Вот его переход. И этот переход нетривиальный, на самом деле, это не просто так. Он переходит от чувственного восприятия, от сознания. Он переходит от мышления, он доказывает то, что мыслиться есть. Это фактически антологическое доказательство, понимаешь? Того, это и существование единого. Он говорит, что единое есть. А как он это доказывает? Он говорит, что, потому что, быть и быть мысливым это одно и то же. Если что-то мысливое, то оно и есть. Только речь идет не о мышлении самого парабенита, которое может быть ошибочно. Субъективное его мышление может ошибаться, он может заблуждаться, не знаю, потекло где-то бродить. А речь идет о неком абсолютном мышлении. Мышлении без субъекта, без субъектного мышления. Именно поэтому это без субъектное мышление, оно ошибаться не может. Оно всегда мыслит о сущем. И парабенит может оправдать свою вот эту якобы противоречивость тем способом, что он-то рассуждает с позиции человека, а у человека вот есть вот это различие между мнением и истиной. Между мнением и знанием. Между чувственным многообразием и мысленным. Это только для человека вот это противоречие есть. А в истине своей, почему я говорю, что у него субъект как бы вынесен за скобки, в истине своей, есть только одно. Вот в чем состоит его собственная философия. То есть вот это противоречие он берет на себя. Он говорит, что да, субъект частный, например, парабенит. Может рассуждать о том, что вводите в свое мышление, в свое частное, эмпирическое мышление. Может вводить понятие небытия, несущего. И тем самым, опять же, впадать вот в это мнение. Он может. Потому что у него, он изначально в нем блуждает. Но он же там рассказывает про то, как вот его кони понесли куда-то там на небо, и там боги ему начали истину рассказывать. Но для, как бы, с точки зрения абсолюта, вот этого заблуждения-то нет. Есть абсолютное мышление, которое филологически у него изображается неопределенной формой глагола. И на этом смысле быть. И как он тогда... Но и в смысле выслить. В абсолютном смысле. И как вы хотите тогда понять, что что есть бытие, а что им придуманное несуществующее. Ну, несущее. А просто помыслимое. То, что мыслишь, оно и есть. Нет. Несущего. У него разделяется мышление на его личное мышление или мышление человеческое. Мышление абсолютное, которое не имеет никакого субъекта. И поэтому с позиции его частного мышления человеческого у него есть это различие. Потому что у него и чувство. Потому что у него есть, так сказать, мнение. Поэтому у него есть это различие, и все эти небытие, несущие, и все вот эти привнесения есть. Но он говорит как бы с позиции истины, вот возлетев куда-то там на небеса, и вот с тех вот с вершин божественных, он уже как бы это понимает, что вот это вот чувственное все, оно как бы не указывает на истину, а истину указывает только вот на это составляющее. Составляющее мысли. Он как бы, тем самым он отказывается от своей же земной позиции. Его рассуждение строится хитрым образом. Он с одной стороны постоянно рассуждает как бы в земных терминах, но на самом деле хочет указать на уту, высшнюю истину, где абсолютное мышление и абсолютное бытие. А сам-то он как в своих мыслях отделит небытие от бытия, если он о небытие мысли? Но вот он отделяет, отделяет это химологически. Я же сказал, что он когда говорит бытие, он им потребляет неопределенную форму глагола. Когда он говорит это, сущие или несущие, он просто использует по три части. Действительно, у него в понятии одно спрятано частное, конкретно человек, субъект. Нет, просто одно и все. Все остальное, то, что ты сейчас говоришь, это как раз важно для философии Гейгель и прочее. Это я понимаю, что важно. А для них на самом деле? Говорит одно, получается, что позже это говорит как частное, как частное, как субъект, конкретное. Он как бы восходит к божественному мышлению. Конечно, естественно, говорит человек, как пророк. Как вы обещаете, возиться к божественному. Но, поскольку, с другой стороны, являясь конкретным субъектом, человеком, он не может мыслить, это одно. То есть это одно, для него абстракция остается. Он не может ничего сделать. Он просто констатирует факт, есть одно, и все. Поскольку он не обладает божественным мышлением, он даже об одном говорит, что оно там не родилось, неуничтожимо, что оно там не священо. С точки зрения, говорит себя, субъектом. С точки зрения себя, как субъектом говорит. Нет, он считает, что мышление, это вот такая способность божественная, что в человеке оно тоже есть, но в человеке оно может быть есть не в полноте своей, но можно у вас зайти на это мышление божественное, человеческое, на уровень божественного мышления. Более расширенное, чем та идеалистичная, потому что человек может помыслить то, что в идеальном мышлении как бы и не присутствует. Он не может помыслить, он может только... Ну как, он же мыслит о небытии, получается, так? Ну как? Говорит о небытие, ты о нем мыслишь, так? Да. И в этом как бы, вы на самом деле, как бы есть противоречие в рассуждении Баремидит. Баремидит рассуждает о несущем, говорит о том, чего нет, как бы, да, говорит о там, вроде как о небытии, постоянно говорит, и сам его отрицает. Но отрицание небытия это все равно мышление небытия. Получается, человеческое мышление в его интерпретации более обширно, чем идеалистичное какое-то божественное. Ну так, если ты посчитаешь внимательно все трактаты и средневековые, так всегда у тебя будет получиться. Получишь, что Бог всегда виднее, чем любой человек. Но всегда так будет. То, что Бог не может грешить, Бог там, много что не может сделать, чего может сделать человек. Если здесь, видимо, он, так сказать, ограничен. Да. Бог будет всегда больше, более ограничен, чем человек, это просто стандартно так получится. Потому что в человеке есть много того, чего у Бога нет. Допустим, он человек такой, Бог не совершает зла, а у человека есть зло. Человек всегда будет богаче Бога. В этом смысле. В этом смысле. Это не является чем-то таким особенным. Это как раз нормально. А теперь вот перейдем просто к этому, чтобы сделать некоторые сравнения. Извини, пожалуйста. А нельзя ли так просто определить, что то, что для человека мысли о небытие, для Бога есть бытие просто, и все? Точно так же, как есть зло для человека, для Бога это само собой. Вопрос же не о словах. Ты сейчас разговариваешь на словах. Вопрос не о словах. Мысли о небытие, ты можешь называть о небытие, но ты мыслишь все равно о бытии. Вопрос не идет. Вопрос он пытается рассуждать об объективном, не рассуждать о том, как у тебя в голове перепутаны всякие термины, а о том, как на самом деле. Он смотрит в мире и думает, как на самом деле. Он смотрит в мире и видит, что много сущих. Потом подумал немножко, а на самом деле, несмотря на это многообразие, все есть одно. Вот как он говорит. Понимаешь, он говорит обысь, это пытается понять, как поистине есть, как на самом деле. Много на самом деле или одно? Он говорит, что на самом деле одно. Вот его мысль. А не так, на самом деле, что у него в голове куча всякого материала, он пытается разобраться. Значит, у него никакого противоречия нет. Непротиворечия есть, потому что как есть? Он же говорит, что бытия есть, небытия вовсе нет. А небытия, если вовсе нет, а о нем же и говорить нельзя тогда, а у него же бытия мыслит одно. значит нельзя мыслить и говорить а никчин для человека есть для идеального не прежде есть учет и правило различие состоит в том что для человека это различие есть человек может мыстить и поэтому мнение чтобы не быть и крат власти у нас кроссоверте и не только в чувстве вообще нет границы рассуждения развития многообразие есть даже раз уж и остаются но в точке ряда бак даже если дам все есть одно Теперь просто как бы перейти к Гегелю Гегель же изначально, он же как рассуждает Науки логики изначально Что такое наука логика? Это не что иное Как Бог Как Абсолют Это логика, в которой наука логика изложена В своей структуре есть на самом деле Ничто иное, как Абсолют, да, абсолютная идея И у него там есть ничто Понимаешь? Вроде как бы То, чего мыслить нельзя У него даже в абсолютном идее есть это ничто Ну, не бытие Просто ничто Так дело в том, что как раз что такое ничто То, что ничто это то, чего нет Ничто это то, что лишено Всякого определения Так а ничто, как лишенное всякое определение Оно есть? Ну оно не бытие в том-к play И у него показывается, что ничто есть у него Ничто уже не перешло в бытие Не переходит в бытие Уже пришло, говорит Гегеля И бытие не переходит в ничто, а уже перешло. Ничто и небытие разные вещи. Я понимаю, что ничто и небытие можно различать. И различие состоит в том, что есть в разделении сущностей и бытия, есть характеристика того, что отвечает за существование, и это бытие. И то, что отвечает за сущность. Понятное дело, что когда говорим мы ничто, мы имеем в виду неопределённое нечто. Отсутствие определённости. Отсутствие определённости, правильно сказать. Отсутствие определённости, кто задаёт? Огни борту. Ну ладно, сейчас как бы... Как оно может быть неопределённое? Этот заход на Гегеля не очень значат. Не важно, но я даже не знаю, я сейчас, когда говорил об этом, подумал, что у него почему-то ничто есть в абсолютно... На самом деле, хороший доклад, я сейчас слушаю, я зря Булату мешал вначале. То есть, действительно, можно по-другому смотреть на греческую философию. Да, я как бы, я не знаю, из-за того, что ты меня сбил, у меня вообще там всё уже перекосилось. Я уже не помню, что там говорил, вот как, понимаешь? Нет, ну безусловно. На самом деле, это похоже на то, как ты едешь на велосипеде, а тебе, например, колёса бросили палку. Ты, конечно, свалишься и поднимешься, наверное, может, и поедешь, потому что, может, и поедешь, и непонятно как, понимаешь? Вот как на что ты всегда... Давай, ну, минутный этот самый... Я же тебе говорю, что мне самое сложное, это в начале сосредоточиться. Мне всегда трудно начать. А потом, когда уже, если ты криво начал, то уже всё потом криво косо и пойдёт. Давай, минутную паузу возьмём. Да нет, что зачем? Нет, суть вопроса, давайте, если это про философию Гигеля. О философии Гигеля, вот это то же самое, оно понимается так же, это содержательность там. То есть оно понимается как то же самое содержание. Он говорит о том, что есть две формы существования содержания. Есть форма существования содержания в чувствах. То, что он говорит, что в чувствах, та же самая форма, то есть то же самое содержание, что и содержание мышления. То есть у него не получается, как у Парменида. У Парменида, как бы, вот это мнение, оно как бы просто ушло, и всё. И он просто рассматривает одно. То есть он обнаружил мышление одно. Ему вообще про эти чувства уже не интересно. Есть еще чувства? Есть. Оставил их. Он просто это берет одно и рассматривает, как оно есть в чистоте мышления. Все. Поэтому там не идет разговор о творчестве бытия и мышления в гегелевском смысле. А для гегеля это важно, на самом деле, с этим чувством разобраться. Когда он говорит о том, что оно ничтожено, оно ничтожено только в том смысле, что надо взять эту являющуюся данность своим всеобщимся, то есть своей истиной. То есть она не истина в том смысле, если берется чисто как чувство. Она должна быть переведена на язык мышления, и тогда она будет взята в свои истины. И он говорит о том, что вот истина этого явленного мира и мышление, и истина, которая мыслится, есть одна и та же истина. То есть содержание мышления и содержание мира, который нам дан через чувства и восприятие, это одно и то же. Это совсем другое понимание тожества. Почему это другое понимание тожества? Вот можно для примера еще взять философию Декарта. В философии Декарта мы впервые встречаемся с новым подходом к философствам, где как раз субъект, то, с чего мы начинали разговор, и приобретает существенное значение. Но у философии Декарта мыслить эти. Как Декарта рассуждать? Есть некий единичный эмпирический я. Сомневается в мире, и приходит к тому, что я не сам. Но ведь я это не какой-то всеобщий я. Любое я, о котором мы говорим. Это и у каждого человека какое-то свое личное я, оно приходит в своем личном опыте. И вот к этому, этой несомненности, этого я. Ведь рассуждение у Гегеля совсем другое. В чувстве достоверности, это феноменологий Дух, он сразу же быстро переходит от чувства к восприятию, и восприятие у него уже является формой всеобщести. Он сразу, первым же делом, прежде всего, покидает всякую форму единичести. У него вообще единичность является чем-то неправильным. Почему? Потому что у него изначально это все должно быть мыслимо. Потому что вот это тождество, бытие и мышление, оно не просто констатируется, оно на самом деле является у него установкой, его исследованием. Он все хочет, он рассматривает все как всеобщее. Даже у него такое интересное есть, в нескольких работах он приводит такое наблюдение, что язык, как в себе всеобщий, может говорить только о чем-то всеобщем. И у него вроде как бы является доводом того, что на самом деле единичное, это есть некое такое мнимое, да, и оно его как бы почти нет. Он даже в одном месте это говорит из-за того, что оно даже ложное. Потому что надо все брать в смысле всеобщести. И только в смысле всеобщести эта взятая чувственно воспринимаемая данность становится чем-то достойным знанием. То есть вообще знанием становится. Но потом это знание проходит, или ряд формообразований, и доходит до есть. Собственно, в чем как бы составило и интенсия? Это интенсия состояла в том, что вот тоже события и мышление, если посмотреть на опыт, а его же нет, мы всегда наблюдаем на самом деле, да, как бы, ну, мы вот отвлекаемся сейчас от того, что Гегель предлагает нам, сразу говорит о всеобщее мышление. Будем рассуждать только вот о эмпирическом сознании. Эмпирическом мышлении. Вот наше эмпирическое мышление. Мы всегда понимаем, что мы можем всегда мыслить то, чего нет. И, с другой стороны, есть нечто в этом мире, да, что, может быть, мы даже и не мыслили. То есть, мы можем чувствовать, допустим, вот, например, есть переживание, да, вот вокруг меня есть какое-то переживание. Я могу, конечно, ему слово дать, но мыслю ли я его? Я не знаю, это не совсем понятно. Я могу назвать что-то ностальгией. Но ведь тематом мыслили ли я при этом то, что я прожил, как ностальгия? Или, допустим, я могу дать, например, я вижу какую-то картину, да, или это пейзаж красивый, природный. Могу ли я сказать, что я при этом мыслил? Но я могу сказать, что пейзаж красивый, допустим, еще какие-то много всяких прочувственных слов, но, тем не менее, исчерпает ли эти прочувственные слова содержание того, что я вижу? Ни в коей мере не исчерпает. То есть на уровне обычного человеческого единичного опыта мы понимаем, что мышление и бытие не тождественны. Что это может быть только некой установкой исследовательской, что во всем искать только всеобщее. Если исследователь будет говорить о том, что все единичное, все частное, все как бы текучее, мы это ставим за стопки и рассматриваем мир только с позиции каких-то сохраняющихся сущностей, то есть с позиции некого постоянства, некой всеобщести. Почему такая остановка берется? Потому что наука этим занимается. Потому что для науки очень важно рассматривать все, что она... Это все с позиции неких всеобществ. Потому что об этих всеобществах можно построить некие мысленные конструкции, то есть создать некую теорию. И эта теория будет применима для многих случаев. То есть наука нацелена на некую всеобщество. Но если оставлять науку в покое, ведь кроме науки существуют еще наши переживания, существует искусство, которое... Нельзя сказать, что искусство мыслей. Если художник говорит о том, что его произведение, какая-то картина является воплощенной мыслью, то это не художник. Непонятно что. Можно взять высказывание Захер Мазоха. Он говорит, что художник и философ мыслят по-разному. Философ пытается что сделать? Он пытается в произведении каком-то воплотить свою мысль. То есть он исходит из мысли и воплощает ее в некоторых формах, которые ему даны там. В формах искусства. А художник всегда по-другому движется. У него сначала есть некие формы искусства, формы художественности. И потом только, может быть, он когда уже это отстроит, понимает, что в этих формах вообще-то и мысль какая-то есть. То есть она тут в процессе какого-то построения он туда вложил мысль. Или она выразилась. Вот мысль, допустим, выразилась. То есть это совершенно разные пути. Путь философа от мысли к воплощению и путь художника сначала от некого многообразия как бы мысли. И то только если она есть. А что-то я хочу здесь сказать, что на самом деле, вот и... к этому приходят мои расследования, мои изучения сознания, как бы на самом деле есть то жество сознания и бытия. Никакого то жества мышления и бытия нет. Это на самом... Это есть некое заблуждение, которое очень долго почему-то циркулирует, как бы и никто не хочет обратить на это внимание. Есть то жество сознания и бытия. А как я говорил везде, и везде постоянно повторяю, что сознание и мышление это разные вещи. И только отождествление сознания и мышления возможных позволяет говорить о том, что мышление и бытия. Вообще есть вот то жество сознания и бытия. И Бог в этом смысле. Есть некое сознание, а не мышление. Вот когда говорят, что Бог есть мышление, это неправильный вывод. Бог есть сознание. Можно обратиться для того, чтобы это понять ближе, обратиться к философии Декарта. У него как бы получается, у него как бы есть две субстанции, мыслящая и протяженная. И их эти две субстанции объединяет Бог. Если бы Бог был мыслящей субстанцией, Как обыд child вторую мысль чёрную субстанцию? Эта субстанция которая стоит над двумя субстанциями которая должна быть в другую природу Если бы Бог был сознанием тогда было goedноб cuo нормально Сознание объединяет в себе две субстанции мыслячую и протяжонную Субстанция сознания сознающаяся субстанция И субстанция мыслящая и субстанция протяженная Теперь мы обратимся к нашему опыту У нас есть две способности существенно разнявщиеся на которых опираются многообразные другие способности но для нашего разговора сейчас важно именно две А именно способность чувствующего, способность созерцающего и способность мышления. Как они объединяются в индивиде. Сейчас я исхожу из позиции, что сознание и мышление это разные вещи. Можно с этим спорить, но пока давайте предположим, что сознание и мышление разные вещи. Я попытаюсь просто показать, насколько эта постановка вопроса является более правдоподобной. Вот смотрите, есть чувство, созерцание, ощущение, восприятие. Есть мышление. Это две существенно разные способности. Способность мышления это связано со всеобщностью, с мыслью, с идеей связано. Это одно. С чем связано чувство? Чувство связано с некой единичностью, мимолетностью бывает, с переживаниями, с представлениями связано, с картинками, с образами связано. То есть совершенно разные вещи. Разные и по своей деятельности, и по своим предметам. Теперь, что их объединяет? Их объединяет то, что есть сознание. Я сознающий, я есть. Я их объединяю в себе. Я с одной стороны чувствую, воспринимаю, представляю, с другой стороны мыслью. И я их могу объединять. Если говорить словами Канта, трансцендентальной схемой применения понятий к созерцанию, есть не что иное, как сознание, никакое не время. Сознание есть, это трансцендентальная схема. Благодаря сознанию. Сознание есть нечто последующее между понятиями и ощущением. В каком смысле? Оно, с одной стороны, есть некое всеобщее. Почему оно есть всеобщее? Потому что оно, как я уже говорил на одном из семинаров, есть реальное единство самосознания. Что бы соцвет это реальное единство самосознания? Что оно есть, сознание есть нечто, что сохраняет себя в многообразии. Стоит как одно. Несмотря на то, что вокруг все меняется, оно не плывет. Оно остается самим собой. Оно есть некое тождество. Тождество субъекта самому себе. Оно есть единство субъекта. И вот оно. Канн здесь прав. На этом единстве субъекта все и основано. Тут просто надо правильно расставить термин. Потому что не сознание и мышление одно и то же. А сознание, оно само по себе стоит, вот оно, единство. И оно благодаря этому единству может применять понятие к созерцанию. Потому что оно, с одной стороны, есть нечто похожее на понятие, потому что понятие тоже имеет логическое единство. Оно может использовать эти логические единства благодаря тому, что само является единством, и применять некому текучему. то, что представляет собой созерцание. То есть оно и есть вот это вот опосредующее нечто между понятиями созерцанием. Теперь, если это так понимать, то почему мы говорим о мире, как о мире вещей? Почему мы о мире всегда говорим о чем-то, что постоянно имеет некую свою определенность? Мы не говорим же о том, что мир это просто хаос, а мир некоторым образом определен. Есть там вещи, есть характеристики и так далее. Почему? Потому что сознание, будучи чем-то себе равным, будучи тождеством субъекта, будучи тем, что сохраняет себя в многообразии, оно делегирует это свое стояние, делегирует это стояние предметов. То есть сознание видит, как бы объекты мира становятся тоже такими же остающимися, сохраняющимися в многообразии, благодаря тому, что у сознания сохраняется отношение к этим предметам. Поскольку я отношусь к объекту мира постоянно, поскольку я сам сохраняюсь, сохраняя себя в этом многообразии, поскольку и для меня теперь эта вещь или этот объект точно так же становится чем-то, что сохраняется. То есть в каком-то смысле, если говорить о бытии, я даю бытие предмету. У всякого объекта возникает разница между бытием и сущностью в том смысле, что сущность есть нечто, что дано с помощью мысли и с помощью созвисания и ощущения, это все относится к сфере сущности. А бытие есть то, что дает сознание. Вот, например, у Гегеля всегда постоянно термин Гегеля, что бытие миру продает кто? Мышление. Тожество бытие и мышление в частности состоит в том, что бытие у мира усматривает мышление, что чувство усматривает только определенности, а бытие миру усматривает мышление. На самом деле это не так. На самом деле мир имеет такую характеристику, что что-то в нем требует одной способности, способности ощущения, а что-то требует другой способности, способности мышления. И поэтому определенность дается с двух концов. С позиции созерцания ощущения и с позиции мышления. Мир представляет собой такое единство, что эти две способности смыкаются и дают мир в своей определенности. Мышление ни о каком бытии не дает никакого бытия, а бытие миру дает сознание. Сколько само сознание сохраняет самого себя, поскольку оно стоит на месте. И вообще говоря, благодаря Декарту мы понимаем, что в Декарте ведь я мысль, я существую. На самом деле правильно надо переводить, я осознаю, я существую, следовательно я существую. То сознание, поскольку оно о своем бытии абсолютно уверено, оно делегирует это свое бытие также и предметом. И у предметов теперь тоже есть две характеристики, точно так же, как есть и у сознания. Одна характеристика это его существование, а другая характеристика это его содержание, его сущность. И все вопросы, связанные с этим, с философией, сразу снимаются. Сразу становится все на свои места. Стоит только различить в это сознание и мышление. Собственно, вообще говоря, я в путь исследования философии Канта и Гегеля и Декарта и Парменида сейчас додвинулся только для того, чтобы попытаться понять на самом деле, что бы значило, что сознание и мышление различаются на самом деле. И как бы можно было трактовать эти философии, если их действительно различим. Конечно, сознание может использовать способности мышления для того, чтобы мыслить, для того, чтобы высвечивать все общие характеристики мира. Оно может использовать свои способности ощущения, для того, чтобы ощущать. Способность представления, да что представлять? Чтобы у мира увидеть образы, чтобы у мира зафиксировать звуки, зафиксировать много что. Вот еще тут надо какое-то замечание сделать по поводу Гегеля. Вот у Гегеля есть такая интересная вещь. Он ведь, на самом деле, как я уже докладывал свою философию, прежде всего мыслил как некая попытка выстроить такую систему, которая бы доказывала бытие Божие. Ну там, это не вся философия Гегеля, конечно, но такая интенсия у него есть. И у него получается, что Бог представляет собой вот эту логику, то есть представляет собой чем-то таким, только мысленным. Бог представляется просто чистым мышлением, абсолютной идеей. Чистым мышлением, абсолютной идеей. Я в этом вижу некий логицизм. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Вот дело в том, что он в определенный момент задается вопросом о конкретности. Он говорит, что всегда обвиняет рассудок в том, что он мыслит абстрактно, а вот якобы спекулятивное мышление мыслит подгрыбно. Конкретно спекулятивное мышление состоит в том, что оно рассматривает предмет с позиции тотальности. Что просто тотальность включает в себе единство различенного, единство противоположного, и за счет этого тотальность как бы становится конкретной. Для того, чтобы это понять, он говорит, например, о бытии Бога. Он говорит, что Бог рассудочный, Бог один рассудочный, он является просто чистым понятием, и все. И ему как бы извне присоединяются некие предикаты в всеобществе. И тем самым, как Бог был пустым понятием, который принимает содержательность от предикатов, так и остался им. А для того, чтобы Бог стал конкретным, как рассуждает Григорий, он должен был бы стать троицей. Только в троице на самом деле Бог поистине становится конкретным, потому что внутри Бога появляются три определения, которые друг друга определяют, как единство различенного делают, Бога конкретным. И тем самым он думает, что он обосновывает Бога как действительно конкретного. На самом деле, если посмотреть, что Бог рассудочный, абстрактный, что Бог гигельский, столь же абстрактный. Потому что конкретный Бог для конкретного человека, он состоял в том, что он является некой личностью, как Христос был когда-то в истории. Он должен быть такой же конкретностью, как один человек конкретен для другого. Никакой другой конкретности-то не бывает. Конкретности-то есть конкретная единичность. И поэтому получается, что с этой позиции гигельский Бог столь же абстрактный, как и Бог рассудочного мышления. А на самом деле, если избегать вот этого тоже сознания и мышления, то мы понимаем, что сводить Бога к мышлению это просто логицизм и ошибка. Правильное понимание Бога состоит в том, что Бог постигается как мышлением, так и созерцанием и чувств. Вот был такой Якоби, у Гегеля и в Лецехе по философии, и в энциклопедии философских наук есть постоянная критика этого философа, потому что он считал, что Бог постигается только непосредственным образом, Бог под созерцанием, или во внутреннем чувстве, в переживании, что только таким образом... Как рассуждал Якоби? Якоби говорил, что невозможно Бога постигать в понятиях, потому что понятие является чем-то ограниченным, а Бог является бесконечным, и с помощью ограниченных понятий мы не можем никогда постигнуть что-то бесконечное. Мы можем просто переходить от одного ограниченного понятия к другому. Переходить и переходить. И этим самым, на самом деле, Якоби солидаризировался с неоплатониками, которые считали, что Богу невозможно взойти путем рассуждения, потому что рассуждение разделяет, а Бог у неоплатоников является чем-то одним, и надо было его схватывать как одно, а не разделять его рассуждение. Ведь рассуждение что делает? Когда переходит от одного к другому, от одного к другому, по расслужению поставить деле. Поэтому говорят, что сам, ну, один из главных неплатоников в плоти, он говорит, что восходил к Богу именно как-то вот сверхчувственно, то есть как бы вот умом, конечно, но восходил каким-то особым способом, не путем рассуждения. Причем он говорит, что иногда этот опыт совершал во время, нет, я сейчас объясню, каким он был, во время лекций даже умудрялся одновременно и лекции вести, и восходить. Ну, это уже как бы там такие, и здесь исторические. Сам, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что единичность, вот есть такие вот вещи единичности, которые для нас на самом деле являются существенными. Например, переживания. Можно сказать, конечно, что переживания ничтожны по отношению к науке. Да, для науки это не важно, но для человека это важно. Переживание каждой из нас, оно единичное. Переживание мы переживаем вот наше единичное, конкретное, личное бытие. И никакая-то философия Гегеля нам не докажет, на самом деле, что оно ничтожное. Это раз. Во-вторых, на самом деле, есть такие вещи, как, допустим, искусство. Да, или там, допустим, созерцание там некоторые, допустим, виды природы. Ну, вообще, в принципе, многообразие того, что мы видим. Никакими там, никакими теориями, ничего это никогда нельзя будет донести. Можно сколько угодно устроить теорию мира, но достаточно просто увидеть на поле, выйти на поле в солнечный день, да, и что-то почувствовать. Это совершенно другая реальность, да, вот реальность единичного, конкретного события, которое происходит с тобой. Почему я говорю? Я говорю, что почему у Гегеля возникло такое искривление понятия Бога? Потому что у него мышление и сознание сейчас было одним и тем же. А на самом деле, как я пытаюсь сейчас это восстановить, и в этом состоит мое исследование, восстановить истину, что сознание и мышление – это разное. И поэтому Бог, на самом деле, как сознание постигается как и в единичных актах, точно так же и через мышление. Через мышление мы постигаем его как абсолютную идею, а через единичные акты, в переживании, в непосредственные мы постигаем его как-то по-другому, как личное общение, личный контакт. Вот это вот существенно. То есть даже в теологии, что я хотел просто сделать, даже в теологии Гегель на Союзе. То есть когда я с травкой выхожу в поле в полдень и общаюсь с травкой, то я одновременно постигаю Бога? Нет, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что единичность существенная. Конечно, когда единичное постижение Бога, оно особо урода. Это некое внутреннее чувство. Ты как бы неким внутренним религиозным чувством восходишь к некому Божьему. Чувствуешь то, чего нет. Подождите. А когда ты общаешься с травкой, я просто сказал, что для нас, на самом деле, вот эти единичные акты, да, единичные события, они имеют столь же важное значение, как и всеобщественное знание, всеобщественное научное знание, для нас, для единичных. Что выйдя сегодня на поле, у тебя ощущения другие, чем ты выйдешь через неделю или завтра. Другие-то другие, просто травка разная. Да вообще время и есть. Ну и время есть, и травка разная, я понимаю. Умное, кстати, это самое. Это интересно. О времени. Наука же и не любит говорить о времени. Для него опыт повторяем, там, и так далее. Да, она не любит, да. А на самом деле, как бы, моменты... Как бы, если нет повторяемости ничего, то нет амороки, считаю. Ну да, 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 но в смысле уникальности момента, он же всегда уникальный. Нет, это никто не... Повторяемости вообще никакой не присутствует, это не может быть. Нет, никто не признает, что вполне возможно, такой уникальный опыт действительно существует, опыт конкретного. Почему нет, Светик, как будешь меня... Ты вы поняли хоть что? Я перешел, я как бы это сделал, может, не очень... Понятно, сумбурно. Я перешел, я пытаюсь оправдать искусство. Влад, Влад, хочется сказать, что... Искусство и личное переживание. Что когда с травкой общаешься, еще вместе с Богом общаешься? Нет. Ну вот, это всегда так на самом деле происходит. Всегда так происходит, что ты говоришь глупость. Я хотел сказать, что есть единичное, оно проявляется многообразно. Ты можешь с травкой общаться, можешь общаться там, это, с животными. Можешь общаться с другими людьми, а можешь с Богом. Я общаюсь с единичным. А, сколько это... Могу с травкой, могу с Богом. Да, ну, просто это разные, разные способы единичного общения. Чувственное, помимо... Чувственное, есть разные. Есть религиозное, чувственное, есть чувственное... С этим никто не спорит, что я могу с Богом как с единичным. Это вот экстатический такой опыт. Почему нет? Так вот, вопрос-то состоит в том, что согласно Гегелю этого делать нельзя. Потому что Бог есть абсолютная идея, восходить к Нему может только мысль. Да, это то есть того, здесь, а то, что... Бога не туда забрёл. Даже в теологии у него возникает... Да, у него и Гегрегоров нету, ни в коем случае. Не знаю, при чём есть и Гегрегор. Ну, а с кем ты общаешься? Может быть, кстати, и при чём. А когда ты общаешься с этим... Самое важное... С Богом как с травкой, ты с Гегрегором и общаешься. Нет, самое важное это понять, на самом деле, что... Я о чём говорю, что это возможно рассмотрение только в том случае, если сознание и мышление это разные. Если сознание и мышление это разные, это возможно. Если сознание и мышление это одно и то же, то тогда единственная форма существования Бога – это абсолютная идея. Если, короче, чувственное безмышление. Ты пойми, Настаня, потому что если... Совсем-то нет. Если, смотри, если сознание... Почему это так? А теперь я попытаюсь доказать, почему это так? Потому что если сознание, мышление – это одно и то же, это означает, что ощущение, созерцание и так далее, сами по себе, является только формой мышления, другой формой. Почему? Потому что сознание присутствует в ощущениях, в созерцаниях, представлениях, и тем самым вносит мышление туда. И нет тогда ничего, кроме мышления. Мышление становится полностью тотальным, полностью. Ничего, кроме мышления, нет. А Бог является этой тотальностью. И тогда Бог является мышлением, как тотальностью. Всё. Вопрос закрыт. Но если сознание и мышление разные, то тогда мышлению противоположное есть нечто противоположное, есть нечто иное, а именно чувство. И чувство и мышление тогда являются некими одновременными вещами. Не разными формами содержания одного и того же, а вообще разными способами подхода к некой одной форме. К нему чему-то одному Просто как разные способности Мышление есть только способность То есть наряду способности созерцания, ощущения, представления и прочее И объединяет все это многообразие способностей И то, что эти способности приносят Мышление приносит всеобщность Ощущение приносит единичность Созерцание образ приносит Представление еще что-то приносит Тоже представление, образ в частности Вот все это объединяет Сознание Именно сознание является той трансцендентальной схемой такой же вырус который все это объединяется и позволяет более того позволяет проходить более мышление наброс на она на нечего что значит воспринимаемый позволяет на брус то что на есть тот способ как переходит от одного в другую есть во первых сознание как свой случай за сознание то есть сознание как а естественно и дуально есть сознание как высшее сознание как бог еще раз грубав ни в коем случае не является только мышление мышление делятся некой частные характеристи чудо клею является сознанием абсолют есть абсолютное сознании ни в коем случае не мышлении но fools от на мышлении что такое мы скоро добраatos мишление это всегда понятие выражается запонятьяись entsprechода всеобщей бог не являясь только свет настроиться а также конкретная общ auf акция как ты конкретен я вот мой две конкретные личности. Мы встретились и разговариваем. Ты точно так же с Богом разговариваешь, как ты конкретно приходишь и с ним конкретно разговариваешь. Бог не является просто всеобщестью. Если бы Бог был такой всеобщестью, ну какой смысл имело тебе конкретному разговаривать с такой всеобщестью, как Бог? Тогда надо было бы делегировать какой-то всеобщего человека и этот всеобщий человек бы разговаривал с Богом. Потому что Бог-то есть всеобщесть. Как может единичной молиться некой мысли? Ну что за бред-то? Прочный пример с художником. с художником красивый пример почему чуть чувственное не обязательно мыслимое почему они различны есть понятие импровизации например когда мы помыслить вообще невозможно потому что ты не можешь раньше мыслить импровизацию моментом рождается может быть да не только так все вся полнота вся полнота искусства правильно вся полнота искусству против это тоже события и мыши вся полнота вся полнота искусство вся полнота наших внутренних переживаний которые являются единичными но и в конце концов бог является конкретным проигрываются ноты там ты ее в 10 раз отрепетировал грубо говоря я понял что ты обмыслил и так далее тут как бы действительно у тебя есть некие красивые события уникальности рождающиеся в этот момент и уходящие безвозвратно в том числе у тебя есть определенных заставленных ну да тут вопрос такой ты как бы в этот момент когда ты импровизируешь грубо говоря ты в этот момент обмыслил то что у тебя родилось в этот же момент или или ну как это произошло ясно что не без мышления все это проходит ну вот то есть возражение которые гордон нету ну вот иначе посыл что то стоит вот вот мы об осадной об этом говорили ты говоришь о том что все сопровождается и жирун я говорю что нет вот в этом состове посел все сопровождается сознанием да то что знание свидетельствующей стать но не мышление вот наконец-то я говорю со своим вот восстановление следы добьюсь ясности в этом вопросе чтобы мне это не стоило потому что я на только насколько я сейчас понимаю как раз на правильном пути именно состоит в том что Это нельзя назвать заблуждением, а есть некая изначальная посылка неверная. Парменид ли её запустил? Ну нельзя Парменид и Винит, он совсем о другом говорил, как я излагал вначале. Парменид говорил вообще о другом. Он вообще нет субъекта. Да, он вообще говорил о другом. Но почему-то его философия была воспринята таким способом, что созерцаемое и чувствуемое – это ничто. Потому что их смысл содержится, их значение содержится в мышлении. Что сами по себе они представляют собой только форму, в которой содержание нам доставляется. И только. А я-то говорю о другом. Я как раз и говорю, что мышление есть наоборот, на ряду с созерцанием. Есть аспекты мира, которые всеобщие, есть аспекты мира, которые единичные. И сводить его друг к другу. Есть логицизм. Когда одно полностью редуцируется и говорится, что значение имеет только всеобщее. Вот о чём я говорю. А на каком основании я говорю? А на каком основании того, что сознание и мышление – это разные. Сознание и мышление – это разные. И благодаря тому, что сознание и мышление – это разные, можно доказывать, что, во-первых, Бог не является понятием в абсолютной идее. Можно сознавать, но не мыслить при этом. Да. Можно сознавать и не мыслить. Именно так. Вот ты наконец-то, как вот то, что я хотел сказать, ты как раз выразил правильно, да? Да, и говорит от меня цвет. Можешь сознавать и не мыслить. Именно так. Ну, это вот это странно. Только скажешь. Ты просто на нашем сайте не смотрел, там есть лаборатория такая называется. Ты посмотри, там вообще-то я 33 фильма по два часа записал об этом, посвящённом этому. Как это ты говоришь странно, ты вообще как-то на сайте-то там смотришь, что ещё речь идёт. Это изначально является исследованием по сознанию, которое состоит в том, что сознание – это совсем другое, чем мышление. Мышление – это только способность, понимаешь? Это, помнишь, я там разделял двух субъектов. Вот мышление – это деятельность одного субъекта, который является причиной мышления. А сознание – это деятельность другого. Но если вдуматься в это, то это состоит в том, что сознание и мышление – это просто разные, совершенно. Совершенно. Сознание связано с я, с субъектом, с единством самосознания, с тожеством, с субъектом равенства я самому себе и так далее. А мышление только есть способность выхватывать в мире всеобщие характеристики. Все. Как есть способность выхватывать чувственные образы, как есть способность представлять, есть способность воображать. Это просто опытная способность. Эту способность возвели во всеобщее только благодаря вот этому тожеству между сознанием и мышлением. В этом состоит, так мне кажется, ну, как сказать, я не говорю ошибка, а как бы мне кажется, некая предпосылка, вот правильно сказать, классической немецкой философии. А как раз постклассическая философия это различие делает, благодаря Хайдегеру, в частности, который различает это. Но он различает не с позиции, как я это делаю, как говорят, что сознание и мышление различны. Он не с этой позиции, он с другой позиции это делает. Он различает и экзистенциалы, и категории. Экзистенциалы и категории. То есть, иначе говоря, у него есть два совершенно разных мира. Мир, который подчиняется экзистенциалам, и мир, который подчиняется категориям. Это два мира, которые с друг другом никак не... Ну, как сказать, они, наверное, как-то пересекаются, но в целом какие-то два совершенно разных мира. Раньше как было? Всего подчиняется категориям. И внутренне, и внешне, и субъективно, и объективно, все подчиняется категориям. Это некие всеобщие понятия, которые касаются всего Согласно Хайдегеру, получается, что Есть два региона мира Первый регион, который связан с дозайном И он подчиняется экзистенциалам И он под ними живет И есть, потому что экзистенциалы Это своего рода категории Только под эти категории подходит дозайн Единственное сущее, такое сущее, как дозайн А второе, как бы, регион Это, собственно, мир материальный Который подчиняется стандартной категории Это он же говорит об этом Его почему-то, как это понимать? Об этом говорят, никто не вдумается, что это означает Так это и означает то, что, во-первых, мышление и сознание распал Что вообще субъект распался на два Ну как так? Есть, получается, субъект, который находится в этом категориальном мире Есть субъект, который находится в другом мире, экзистенциальном И ты с эгрегором общаешься с созданием или мышлением? Ну, блин Общаюсь ты с сознанием, но не из мышления же Нет, ну То есть у тебя действительно есть некий опыт Опыт некоторого переживания Есть, есть Я еще подготовлю про сознание, собственно, как бы Просто он же потом каким-то образом этот опыт есть, но этот опыт каким-то образом переживается Ну, переживается Да, опыт переживается Ты же сам говоришь, что ты заходишь на место и говоришь О, вот что-то есть Да, да, да Ну точно так же, как я вижу свет А где мышление? Ты тоже как вижу свет Нет, свет ты уже автоматически видишь какой-то Белый, зеленый, красный Давайте я как бы... Яркий, яркий А здесь ты просто заходишь и видишь, и чувствуешь нечто Завершающие слова Зашел в темную комнату и вижу что-то Ну, существенно, как бы, да Вообще, зачем мы начали изучать Канта, Декарта, Гегеля, там, да, вот сейчас там Зачем вообще все это нужно? Вообще это все не просто, как бы, на пустой месте книги чтения, да, вот там, просто на досуге Все это посвящено, и все это связано единой целью, да, понять, как бы, что такое есть сознание, да, и мы, как бы, у нас была гипотеза Эту гипотезу мы выдвинули на философском семинаре, да, что есть два субъекта Один субъект, есть субъект актов, а другой есть субъект, есть субъект проживания, да Это потом, эта гипотеза, она сформировалась в такую гипотезу, что мышление и сознание – это есть нечто различное И надо обратиться, было, к классикам, ну, на одном из семинаров мы об этом обсуждали, что надо обратиться, как бы, к классикам и проверить, что бы это означало, если мышление и сознание различить Вот мы, как бы, прошли философию Декарта, прошли философию Канта, ну, философию Канта еще не до конца прошли, прошли философию Гигеля И выясняется, на самом деле, что позиции Декарта, то, что он говорит, когет Эргосу, на самом деле, надо понимать – сознаю, следовательно, существую Это философии Канта, там, ну, там, проблемы меньшего характера, там, как бы, сейчас останавливаться не буду Ну, и философии Гигеля, это состоит в том, что он склоняется к логицизму, да, у него Бог Ну, если последнее было дело, то у него Бог, получается, есть абсолютная идея, есть абсолютное мышление. То есть пересек становится чем-то абстрактным, хотя должен был остаться конкретным. Но даже если не говорить о Боге, у Гегеля вообще есть, у него философия есть мышление-мышление. Все, что касается чувства и все, что касается единичного, у него элиминировано, есть философия. Ну, как бы выдвинуты за скобки. И не даром, на самом деле, Киерки, Гори, Шопенгару, многие философы критиковали именно его с этой стороны. Со стороны того, что вот эта вот субъективность, единичность, что он ее как бы отбросил, а она оказывается существовала. Ее нельзя отбрасывать. Почему? Потому что наши переживания, наши представления, наше многообразие, то многообразие, которое мы имеем в искусстве, в личном опыте, оно настолько же существенное, как и научное знание, как и размышление. И эти две вещи, они на самом деле друг друга дополняют. А не так получается, что чувственное содержание нашего опыта есть не что иное, как другая форма опыта мысленного. Что надо все чувства, все религиозное содержание, содержание представления, свести к мышлению, что в мыслении находится истина. На самом деле, то, что в мышлении находится истина, в этом и состоит, собственно, ошибка. Истина находится не в мышлении, а в сознании. Потому что творчество, о котором везде говорится, есть творчество бытия и сознания. И Бог, на самом деле, есть никакое не в мышлении, а в сознании. Ну вот это, как бы, такие завершающие слова. Ну все. Что, давай с Тошкой разбираться. Субтитры создавал DimaTorzok